Я приветствую вас на моем канале. Продолжим. Тема, которую я хочу сегодня поднять, это как одеться в ресторан. Нарядные платья. Это тема, которая повергает женщин в ступор. Когда заходит речь о ресторане, о театре, то женщины, как правило, не понимают, как им одеваться. И что значит нарядные платья? Что здесь нужно понять? Что нужна одежда для особого случая, которая непригодна для работы. Одежда для ресторана – это нарядные платья, вечерние, любой длины. Сейчас я подгружу слайды, а мы пока поговорим. Что такое ресторан? Это мир, где царит атмосфера творчества, искусства, дизайна, красоты. Это волшебный мир еды и напитков. И можно прийти сюда, конечно, и в свитере с коженными заплатками на локтях, и в рваных джинсах. Но всегда выигрышно смотрит тот, кто одет по назначению мероприятия. Всех мероприятиях, всех посетителей ресторана можно разделить на три группы. Деловой стиль – это когда работники офисов посещают ресторан с целью знакомства или промежуточных переговоров, реже подписывают документы в ресторане, отмечают сделки. Поэтому уместно прийти даже в брючном таком костюме. Конечно, женщины должны немного сделать более праздничной свою одежду. То ли костюмы, то ли это платье нарядное. Поэтому они должны использовать различные аксессуары. Это перчатки, элитную бижутерию, драгоценные украшения, красивые папки, клатчи, качественные портфели. Ну и, конечно же, желательно сделать вечернюю прическу. Вот прекрасный, посмотрите, костюм. Какая красивая бижутерия здесь. Это тоже костюм в двух цветах – белый и черный. Это миланская мода. Это тоже деловой стиль. Вот такой красивый пояс. Это платье. Сразу оно становится нарядным, когда это красивый клач, бижутерия. Вот очень хороший образ. Здесь смесь классического с романтическим. Вообще в ресторан обычно используют элегантный классический стиль в сочетании с романтическим. Или отдельно романтический стиль, отдельно классический. Спортивную одежду, как правило, в ресторан не носят. И не носят этнический стиль. Этнический стиль – это элементы народного стиля. Вот очень красивое нарядное платье, очевидно. Не костюм, а платье. Посмотрите, и очень красивые перчатки от фирмы Шанель. Папка, бижутерия. Красиво. Это тоже нарядное платье получается с папочкой. Это костюм. Несколько принтов здесь использовано. Очень даже много принтов. Четыре. Но все играет на одну цель. Ничто не спорит. Хороший образ. В таком можно прийти в наряде. А это уже вторая группа. Это когда задается тон. Задается дресс-код. Платье в пол. Сейчас очень много красивых вечерних платьев всевозможных. Обычно, когда фирма проводит презентацию или какой-то серьезный корпоратив, то требует такой дресс-код. Посмотрите, очень красивые длинные платья, вечерние платья. Сейчас женщины, как правило, реже оголяют область бекольте, а больше открывают спинку. Хотя и тот тоже имеет место. Вот очень красивые платья. Шикарные платья. Видите, вечерние. Очень красивые. Нарядные платья. Здесь тоже спинка. Очки открыты. Вот очень красивые платья. Длинные платья в пол. Миди. Здесь декольтированные платья. Вот такие. Это мои коллажи, которые я делала на сайте Поливор, пока он не закрылся. Это тоже я сделала в винтажном стиле. Люблю очень модели на прозрачном фоне. Когда их где-нибудь располагаешь, то белое платье как бы окрашивается притом от картины. Вот здесь видите, как хорошо получаются цветы и даже здания. Все как будто девушка выходит. Такой ее силуэт. Получается очень симпатично. Здесь вот я зайца разместила. Вечернее платье. Длинное. Очень красивый цвет. И модель шикарная. Ну вот это платье мне тоже очень понравилось. Нарядное платье. В нем вполне можно пойти в ресторан. Такой сделала сложный пейзаж. Видите, тут мосты расположила. Огни тут. Письмо. Моа и так далее. Все эти предметы расположила. Неплохой получился калаш. А здесь мне понравился вот этот ледок в виде снежинки. Я тоже расположила модель на прозрачном фоне. Подобрала платье. Видите, кулон такой. А здесь мне понравился эти цветы осенние. Как бы это сказать, бутоны такие. И я подобрала и модель. В общем, все в одном тоне сделала. Очень мне нравится этот карандаш со стружкой. Платье красивое. Мне вполне нужно пойти в ресторан. А это третья группа. Третья группа это когда женщины одевают мини или миги. Что можно прийти, для чего в ресторан, с какой целью. Это отмечает и покупку недвижимости, получение дипломов, день рождения, помолвки, корпоративы без вечерних платьев. Всевозможные. Платья могут быть, видите, вот они все уже не в пол, не длинные. Какой мой совет? Если вам нужна одежда для ресторана, чтобы она всегда была наготове. И для этого вам нужно как минимум два наряда. Один из них для летней погоды, а другой для осенне-зимней. И тогда вы будете всегда во всеоружии. Вот видите, в таком можно. Вот прекрасная с асимметрией юбка тут. В платье маленький клач. А здесь немножко толстоватая ткань на лифе, напоминает шарф. Нужна более тонкая ткань, чтобы драпировочка мягче легла на область лифа. Вот такая женщина. В такой шляпе, конечно, можно прийти в ресторан. Но в театр это неудобно. Зрителям сзади не будет видно из-за такой шляпы. Вот очень красивое платье. Вот нарядное в романтическом стиле. Весь наряд монохромия. То есть в одном цвете или в одном оттенке. Могут быть разные цвета в одном оттенке. Здесь вообще один цвет. Вот такой наряд. Ну это такой простенький. Здесь воротничок симпатичный. И жемчужинок такой. Вот очень интересный наряд. Красивый. Прекрасная одежда для ресторана. Прекрасная. Ну вот такие могут быть образы. Нарядные платья. Вот очень красивое платье нарядное для ресторана. Аксессуары очень красивые. Можно и в таком брючном костюмчике прийти. Это тоже в романтическом стиле. Красивое платье нарядное. Для ресторана вполне годится. И это годится в романтическом стиле. И это в романтическом стиле. Красивое нарядное платье. Вполне подходит для ресторана. Вот в таком костюме нужно прийти. Ну а здесь вот в романтическом стиле платье. И этот пиджачок уже смотрится лишним. Слишком сложное платье. И оно должно быть самостоятельно носиться. Здесь это не нужно. А это опять мой калаш. Здесь сделала я очень сложный фон. Посмотрите, здесь у меня и эйфелевая башня, и силуэт девушки, и лес, и чего только нет. Я подобрала очень простой клач, чтобы он не отвлекал внимание от такого красивого платья. И туфельки выбрала с ремешком, который как бы вторит этим бантам на платье. Получилось нормально. Ну вот на сегодня и все. А я бы вам советовала, обращайтесь. За 4 урока я могу научить вас стильно и недорого одеваться. Это совершенно не сложно, если ты хоть что-то в этом понимаешь. Если знаний очень мало, то мода превращается в абсолютный хаос. Когда женщины открывают журнал, говорят, ну да, красиво, но где же я это возьму? Потому что они не понимают, как взять эту идею, обыграть ее и сделать даже лучше. А я вам советую подписываться на мой канал. На сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok